Доброе утро! Мы сегодня выезжаем на остров Косичанг. Косичанг переводится как «остров удачи». Ну что, направляемся, поехали! Ребята, когда заезжаете на этот островок, Калой, парк, здесь очень красивое место, конечно, вы сразу поворачиваете направо, с правой стороны парк. Я так понимаю, теоретически видели просто кораблики пассажирские, скорее всего, нужно идти сразу вправо, нам вон туда. Взяли билет и идём сейчас на паром. Билет стоит 50 бат, плыть, если я не ошибаюсь, в районе 20 минут. Как видите, туристов намного меньше, чем на Калан, в основном одни тайцы едут, ну и пару иностранцев, поэтому я думаю, что там людей должно быть намного меньше. Прибыли на остров, пока что это больше похоже на какой-то большой городок. Сейчас поищем какой-нибудь байк-варенду, чтобы обкатать в остров, посмотреть. Вот такой мотобайк взяли. Салатовый, позитивный цвет, гондочка, новенький полностью. Заехали в обычный магазин, у них здесь продаются рыбки, гляньте, по 50 бат, по полтора доллара. Какие красивые, какие красивые. 200 бат, много-много разных рыбок. Так что любители рыбок, я сомневаюсь, конечно, что вы их довезёте, но приезжайте, посмотрите хотя бы, как минимум посмотреть можно. Всё, мы едем дальше, взяли воды, взяли основной провиант, как говорится, чтобы было. Едем смотреть разные панели. Ребята, добрались до острова, он рядом. Когда идёт отлив по вечерам, сюда можно даже пройтись пешком до него, до этого островка. Сейчас спустимся пониже. Как видите, конечно, всю красоту экзотики портят немного эти корабли грузовые. Не знаю, то ли много позавозили сегодня в Сирачу, и они ожидают чего-то, или должны повывозить. Ну, в общем, вот этот островок, в принципе, и кому интересно, можно к нему пройтись. Там нету никакой особой экзотики. Ну, то есть, обычный островок, каменистый. Смотрится прикольно, но больше, как на фотографии. Если пройти сюда пешком, кроме камней, ничего интересного не увидишь особо. Поедем дальше. Ребят, заехали на какое-то интересное место. Это, походу, отель с бамбука, сделанными бунгало. Давайте вам сейчас покажемся. Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, один бунгало стоит 3900 бат. Все сделано очень интересно. Такие бассейны есть. Прям очень прикольно. И кафешка, гляньте, вообще. В общем, кому понравилось, вот номер телефона и их сайт. Я так понимаю, что здесь, наверное, вряд ли вы увидите много иностранцев. Это чисто такой тайский отдых. Потому что даже, вот видите, информация вся в основном идет по-тайски. Ну, я думаю, что некоторые, конечно, приезжают сюда, чисто почувствуют романтик. Ну, давайте я вам покушу фотографию, как она смотрится ночью. Видите, как красивая. Вот бассейн. Он пока не заполнен, поэтому я вам даже его не снимал. Сюда, я так понимаю, приезжают местные тайцы, какие-то корпоративы проводят, отдыхают. Ну, интересная деревушка. Едем дальше на пляж. Добрались до пляжа, наконец-то. Ну, водичка хорошая, правда, с шезлонгами здесь беда, их нету. Здесь только такие вот полустульчики, как видите, кафешки. Вы приходите, заказываете какую-то еду, кушаете. Вид красивый, сейчас покажем. Здесь такая еще прикольная штука, видите, emergency. Если вам плохо или что-то случилось, нажимаете, можете общаться с полицией. Полиция или скорая, буквально там в течение пяти минут к вам приедет и спасет. И таких штук вот стоячих очень много по всему острову. Очень удобно и прикольная штука, чего у нас такое не используют, не понимают. Ой, наконец-то добрались хоть до пляжа, сейчас пойдем скупнемся. Как видите, водичка чистая. Да, дно каменистое, но вода прозрачная. Вода. Вы знаете, вода очень теплая. Даже мелкие рыбки плавают. Не знаю, у них перераз включен в стоимость или просто. Вода вообще очень прозрачная, посмотрите. Ой, хорошо вообще, знаете, ощущение, что прям я не купался месяц. Ехали на мотобайке, реально обкатали полострова. Ну, сказать, что что-то красивое здесь. Ну, не, наверное, нет. Если вы ожидаете столько же пляжей, как на Калане, он здесь один, все остальное. Есть, конечно, пляжи, но мы там были, вы видели, да, в видео. Там много лодок всяких грузовых, поэтому особо как бы не покупаешься. Ну, покупаешься, но некрасиво просто. Знаете, хочется хоть какого-то пейзажа. Здесь тоже, конечно, на заднем фоне. Ну, из-за того, что рядом порт в Сираче. Большой, один из крупных. Вот. Ну, вы знаете, хорошо, вода прям как-то смывает с вас всю усталость, всю жару. Мы решили с Маринкой сделать следующее. С каждого острова, где мы будем, мы будем собирать по одному какому-то красивому камню, подписывать его и складывать в какое-то интересное место. Или, возможно, наклеивать на холодильник. Поэтому покажем потом, что мы будем с ними делать. Но фишка в том, что у нас будет память о том, где мы с вами были. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что, поэтому готовьте что-нибудь вкусненькое себе, чтобы не быть голодным, не смотреть на это все. Обязательно это делать все надо с полным желудком, потому что это сложно выдержать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В скале, сделанная обитель, сделанный храм. Прямо в скале. Надеюсь, ничего, что мы снимаем Безумно красиво Блядь Здесь клеят пожелания, наверное За родных и близких клеят пожелания Чтобы что-то исполнилось Блядь, сколько их мало Вообще, такие чувства непередаваемые Вообще, впервые такое Мы уходим, ощущение, что мы что-то неправильно делаем здесь Ей-богу Пришлите наши каких-то китайцев к нам в православную церковь У нас будет такой же предручливый вид Гляньте, откуда мы пришли Видите, вон там внизу Вот это столько ступенек мы прошли Возвращаемся уже обратно на катер Какие хочется сказать выводы по поводу этого острова Смотрите, если вы жите в Паттайе И вас Калан устраивает, то в принципе вам ехать сюда нет смысла Нет смысла в том плане, что если вы любите пляж, чистую водичку То на Калане она намного чище, конечно И песочек побелее Если уже Калан надоел очень жутко И уже хочется какого-то разнообразия Приезжайте сюда Здесь остров интересный Покататься езди, чистенький Очень много франджипании растет Из того, что понравилось Пару монастырей Будду, кстати, не нашли Не увидели Пляжа нету практически Пляж такой 100 метров Цены недорогие Он не стоит того, чтобы забираться так долго Так далеко ехать Поэтому едем домой Все, ребят, пока Субтитры сделал DimaTorzok